начать с выбора места вот вы приходите на пример и у вас становится а что же выбрать тоже рисовать куда же и новичок как бы начиная стараться искать какие-то эффектные очень участки где-то там забредает в дебри какие-то еще что-то еще что-то не нужно этого делать абсолютно все что вам можно бросить на холст находится прямо прямо перед вами единственно что вам нужно просто выбрать некий ракурс первый совет для начала как только вот вы начинаете общаться с пленарной живописи не стойте против света то есть не берите пленеры когда солнце светит вам глаза это эффектные пленеры но для начала конечно лучше выбирать явные тени допустим слева справа может быть да потом потом конечно можете брать тени которые солнце у вас будет за спиной солнце за спиной сложнее будет писать более неясные будет тени то есть выбирайте какую-то позицию чтобы освещение было или с этой стороны или с этой стороны зависимости от того как к солнцу направлены очень не рекомендую еще раз повторяюсь становиться для начала в первый этапе становиться против света и чтобы солнце было у вас за спиной это первое второе человеческий мозг он устроен очень своеобразно он видит как бы все окружение целиком но мы не отдаем этому отчет от того что мы видим все целиком и вот допустим нам что-то нравится мой раз и мы в захвате на какая прекрасная какой прекрасный вид какое это а вот возьми поставь перед собой холст и все и вид закончился потому что мы видим и боковым зрением это месяц там птица пролетела там на звук мы реагируем там на запах мы отреагировали тут на блик света отреагировали тут как бы на слова там спутника или спутницы отреагировали все это складывается в единую монолитную картину того что мы видим перед глазами перед собой но никакого отношения к тому что это будет на холсте то что мы видим это не имеет как бы постарайтесь внутри себя как-то сложить то что я сейчас может быть сумбурно рассказал вот но сложить в эту в картинку вы неоднократно видели так такая штука как вот выйти до из данного положения не крайне однократно видели может быть там фильмах там там режиссеры ходят там так и смотрят допустим в рамочку как что помещается что помещается в рамку то есть они заранее знают возможности или операторы доход возможности видеокамера видеообъектива и смотрят что что поместится в камеру какой ракурс какой что лучше взять для того чтобы это было эффектно и вот как ни странно примерной живописи пока пока вы не научились брать хорошем смысле этого слова где-то немножко передвинуть дерево притянуть к центральной части чуть-чуть подвинуть скалу чуть-чуть отодвинуть или придвинуть те объекты перед которыми вы находитесь да там что-то додумать приврать там повесить там не знаю там какой-нибудь белье там на веревке то ну я условно говорю или дарит дорисовать еще одно дерево которого нет на самом деле вот пока вы этого может быть не научились вы себе придумать и на таком на ножке типа зонтика ставьте себе рамочку там будет должна быть такая широкая поставки перед собой и у вас явно будет перед собой перед вами то что у вас должно поместиться на холсте рекомендую это на первых порах делать